Архмайнов иммигрант. Очень соблазнительная тема, очень яркая музыка, хотя и представленная несколькими произведениями, написанная далеко за пределами отчизны, и тема очень ответственная, потому что иммиграция очень сильно воздействует на человека, особенно влюбленного в свою страну, сжившегося с нею, сроднившегося с нею. Это все настолько тонкие, настолько интимные материи, что и соблазнительно в них как-то копаться, и боязно. Письма становятся все более скупыми и, в общем, не содержат такой яркой фактуры, как более ранние письма Рахманинова. Есть, конечно, некоторые воспоминания о Рахманине, которая стоит там, где-то у русской церкви, что она переполнена. Все это, конечно, впечатляет, но не дает нам полноты информации. Конечно, с одной стороны происходит некая эстетизация утерянной родины. Это очень хорошо слышно, мы это сейчас с вами услышим из музыки Третьей симфонии. Вот в начале ее звучит эта самая тема русская, знаменитая. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Третьей симфонии Субтитры создавал DimaTorzok И мы с вами понимаем, что действительно образ России, который уже и в нулевые, и в десятые годы Рахманинов воспринимался не без ностальгического модуса. Здесь надо еще понять вот какую вещь. Все-таки степень разрыва с родной страной была колоссальная, потому что не просто в силу каких-то обстоятельств пришлось уехать из Родины, Но просто вот той вот России, подлинной, настоящей, ее больше нету. Есть неподлинная Россия, большевистская. Рахманинов к ней относился крайне плохо. Конечно, какие-то контакты были, просто надо было присылать еду тем, кто здесь остался. И вот эти вот продуктовые посылки, которые присылали из-за границы, они отчасти помогли русской культуре физически выжить, вот тем, кто не уехал. Та Россия, которая есть, она другая. А настоящая Россия та, которая была. Где ее сохранить? Как ее сохранить? Если только в самом сердце. И поэтому ностальгия становится не просто прекрасным неким чувством и душевной склонностью, но еще и попыткой удержать и сохранить родное, дорогое, а в этих ностальгических условиях и почти святое. С другой стороны, Рахманинов, успешный пианист, человек, один из немногих на самом деле среди русского иммигрантского сообщества, который в каком-то финансовом плане, в плане какого-то своего общественного положения, может быть, даже выиграл в результате этой иммиграции. Выиграл, конечно, прежде всего как пианист, хотя к его музыке относились той, которую он создавал как композитор. Тоже вполне уважительно на этом самом Западе и в Америке прежде всего. Но вот эта боль, она была сильнейшей. И начало Второй мировой войны, особенно 1941 год, сыграли здесь роль колоссальную. Рахманинов понял какую-то очень важную вещь, как нам представляется сегодня, когда мы слушаем симфонические танцы. То, что есть, пусть это что-то совсем другое и совсем чужое, но это тоже Россия. И что вот эта-то Россия, она реальная, она настоящая, она живая, несмотря на все искажения, несмотря на все то неприемлемое, что в ней есть. И что эта Россия не просто живет, но она сражается, она терпит какие-то страдания, и что это вот все равно в каком-то смысле родина. В его позднем творчестве появляется, конечно, дьявол. И прежде всего, конечно, в виде романтического шабаша. Видим, видим диесыры, секвенции и мелодии по-романтически переосмысленной. Все это появляется, конечно, и очень ярко звучит в рапсодии на тему Паганини. Это понятно, там сама фигура Паганини не случайно появляется. Паганини вот тот самый художник, который имеет некие отношения с дьяволом. И потом, конечно, вот эта вот американская культура. Популярная культура. Вот этот вот иной мир, джаз, который начинает звучать в поздней музыке Рахманинова. С одной стороны, вот эта новая среда, которая стала родной, а с другой стороны, она все равно как-то отторгается. И в музыке симфонических танцев, во второй части, скажем, с этим вальсом, звучащим почти джазово, это заметно очень сильно. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок С другой стороны, в симфонических танцах мы с вами слышим цитату из «Псеночной», И мы с вами видим, словно вот этих самых русских богатырей, которые второй раз во Второй мировой войне сражаются против врага. Но вот, опять-таки, странные эти метаморфозы, когда в третьей части достигается кульминация, и образ Руси сражающейся звучит вроде бы как почти торжествующе, то звучание очень сильно напоминает джаз, напоминает, может быть, госпелс, спиричуился, то есть напоминает вот это вот самое пение с акцентом, а явно американским. Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок СОЛЬНЫЙ ЗВОНОК Все равно возникает вот это вот некое отчуждение. Одно отчуждает другое, и кажется, в душе нету покоя окончательного. Даже в душе, даже где-то в ностальгии, в мечтах, фантазиях, в творчестве композитор окончательно не обретает какого-то, пусть даже не сбыточного, но вот этого своего края, такого края, где будет хорошо. Рахманов умрет, он не доживет до победы. Вот света этого окончательного, света победы, он не увидит. Это тоже трагедия. Перед его 70-летием, до которого он не дожил буквально пару дней, он умер 28 марта 1943 года, он получит адрес от русских композиторов, от советских композиторов, в котором те его будут приветствовать. Наступал вот этот вот самый сталинский ренессанс всего русского, который, кстати, оказал большое очень влияние на восприятие музыки Рахманова потом в нашей стране. И наоборот, Рахманинов, как русский композитор, становился востребован. Вот, может быть, вместе с погонами, с возрождением, пусть в какой-то почти еще карикатурной форме Русской Православной Церкви и всего прочего. Но окончательное возвращение Рахманинова на родину состоится уже во время Хрущевской оттепели, во времена конкурса первого Чайковского и победы на нем Вена Клайберна, когда советские люди получат индульгенцию, получат право на глубокое личное чувство. Вот с этим обретением личного пространства советские люди получат в полной мере и Чайковского, и Рахманинова. Он зазвучит в кинолентах, как киномузыка. Он станет родным композитором и словно восстановится некая связь времен. Мы постепенно начнем залечивать наши раны. Наверное, это некое утешение для Сергея Васильевича, если он находится в тех местах, в существовании которых он не верил, и как-то слышит нас и видит, что мы сегодня обращаемся к его музыке, и любим его музыку, и что чудесным образом, непонятным образом до конца, но эта связь времен существует, продолжается, и Сергей Васильевич Рахманинов всегда какая-то, не просто одна из частей русской культуры, но то, что будет всегда находиться где-то в самой ее сердцевине. Рахманинов, как русский композитор, тут очень опасно сорваться на фальшь, но это действительно так, и если мы целомудренно как-то это все воспринимаем, то мы имеем право произносить такие высокие слова. Субтитры создавал DimaTorzok